Есть места, в которые хочется возвращаться. Для нас одним из таких стал Калининград. Бескрайнее море, песчаные дюны, замки, форты, башни. В общем, самый западный регион России готов удивлять. Друзья, привет! Когда мы впервые побывали в Калининграде, то поняли, что это большая любовь. И вот мы снова здесь. Этот город прекрасный, уникальный, неповторимый. Во-первых, он уникален с географической точки зрения. Регион России, который окружен странами Запада. Во-вторых, уникален своей историей. С 13 века на протяжении многих столетий Кёнигсберг принадлежал Восточной Пруссии и перешел к Советскому Союзу только по окончании Великой Отечественной войны. И эта же историческая черта диктует третью особенность Калининграда. Это его внешний облик, его архитектура. Нигде, ни в одном регионе России вы не найдете такое количество прекрасных готических зданий. И это стоит увидеть. Мы начинаем прогулку по центру Калининграда с места под названием Рыбная деревня. Это очень атмосферная набережная, как будто дошедшая до нас со времен Восточной Пруссии. Но на самом деле нет. Все строения здесь современные, хотя построены специально для туристов в том виде, в котором существовали в довоенный период. Этакое путешествие в прошлое, в Старый Кёнигсберг. Но особенно интересно рыбная деревня смотрится с острова Кнайпхоф, из самого сердца Калининграда. Но сам остров Кнайпхоф, он же остров Канта, славится вовсе не этим видом, а, конечно же, великолепным кафедральным собором. Он был впервые построен в XIV веке, а во время Великой Отечественной войны практически полностью уничтожен. Впрочем, тогда почти весь Кёнигсберг представлял собой сплошные руины. Советские власти потом активно восстанавливали город, но вот собор так в порядок и не привели. Большая реконструкция зданий состоялась уже после распада СССР. Кстати, здесь расположена могила Канта. Но вы, наверное, в курсе, что великий философ жил и трудился в Кёнигсберге. Внутри собора находится музей Канта. Здесь собраны экспонаты, посвященные и истории города, и этому удивительному человеку. Например, вот так выглядел остров Кнайпхоф до войны. Посмотрите, какой густонаселенный. Сейчас же здесь по большей части парковая зона. В музее можно даже поговорить с самим Кантом. В самом деле истина или видимость находятся не в предмете, поскольку его созерцают, а в суждении о предмете, поскольку его мыслят. Кроме того, очень впечатляет копия Валендорской библиотеки, которая существовала в Кёнигсберге до Великой Отечественной войны. Но еще больше привлекает органный комплекс, который находится в Кафедральном соборе. Один из лучших в России и Европе. Но сегодня Калининградский кафедральный собор – это место, где в первую очередь происходит настоящее волшебство. Калининградский кафедральный собор. Но мы отправляемся к следующему знаковому месту. Кёнигсберг был основан в XIII веке рыцарями Тевтонского ордена. До наших дней, естественно, мало что сохранилось с того века. Примерно до 60-х годов века XX одно из таких достопримечательностей, которое напоминало о тевтонцах, был королевский замок практически в самом центре города. Но советские власти снесли эту красоту, оставив нам только руины. Зато построили другую красоту. И, кстати, есть легенда, что именно в королевском замке теряются следы знаменитой янтарной комнаты, которая была увезена из Ленинграда во время войны. И, возможно, она сейчас где-то под нашими ногами прячется. Только представьте, какая мощная история у этих, казалось бы, невзрачных руин. Рядом с такими памятниками всегда захватывает дух. Хотя особый образ современного Калининграда уже создают другие памятники, гораздо более современные. На протяжении сотен лет своей истории Кенигсберг был городом-крепостью. И достопримечательности, которые мы сейчас будем с вами смотреть, как раз-таки имеют оборонительную функцию. В XII веке город окружило кольцо укреплений. И сейчас, в веке XXI тех укреплений, осталось семь ворот и две башни. Это башня Врангеля, не особо благороженное место. И башня Дона, одно из самых туристических мест. Сегодня здесь находится музей янтаря, камня, который считается символом региона. Что касается ворот, то все тоже под что-то приспособлены. Например, в Королевских воротах размещен музей, в Росгартенских – ресторан, а Бранденбургские – единственные, которые сегодня выполняют функцию ворот. Но нам полюбились фридландские ворота. Сейчас это музей, и внутри находятся несколько интересных экспозиций. Есть экспонаты, повествующие об истории Кенигсберга, который перешел к СССР в 1945 году и только затеялся там зваться Калининградом. Но еще больше в музее впечатляют пространства, оборудованные так, как будто оказываются на романтичных улочках старого Кенигсберга. А еще каждый час показывают небольшой, но интересный фильм, представляющий собой, скажем так, слайд-шоу из архивных фотографий с видами довоенного города. Кроме того, в музее есть маленькая интригующая экспозиция. Цивилизация начинается с канализации. Ее открытие было посвящено большому событию – открытию туалета в здании. Но и это еще не все. В отдельном здании находится выставка гравюр местного художника Адольфа Шевченко с узнаваемыми видами Калининграда. Также можно спуститься с мини-экскурсии в бомбоубежище. Но давайте завершим этот день в современном музее Калининграда, Мирового океана. Если уж говорить точно, то это комплекс музеев, в каждый из которых продается отдельный билет. Из всего многообразия мы выбрали музей «Витязь» на борту самого крупного в мире судна, служившего для научно-исследовательских целей. «Витязь» бороздил просторы океана с 30-х по 70-е годы прошлого века. Целем океанологии стал служить послевоенное время. И с тех пор внес огромный вклад в изучение Мирового океана. Например, с этого борта была измерена глубина Мариинской впадины. Сегодня эта площадка приведет в восторг мальчишек любого возраста. Можно не только прогуляться по палубе, но и спуститься в каюты, где размещены экспозиции. Экспонаты посвящены и самому этому судну, и всей истории научных исследований океана, географических открытий. Но самое интересное, на мой взгляд, разглядывать интерьеры, рассказывающие о жизни ученых вдали от суши. Вердикт. Музей просто потрясающий. Билет стоит вдвое меньше, чем на нашу петербургскую «Аврору». Но, честное слово, здесь раз 10 интереснее. На второй день мы путешествуем по Калининградской области. Помните, мы рассказывали про оборонительное кольцо, построенное в городе в XIX веке, включившее башни и ворота. На самом деле, в XIX веке Кёнигсберг, город-крепость, окружила целых два кольца оборонительных укреплений. Второе, внешнее, состояло из примерно 20 фортов. И сегодня большинство из них находится в руинированном состоянии. Но есть открытый для туристов, например, прекрасный форт Дионхоф. Дионхоф – самый восстановленный из тех фортов. Мы навестили его в свой прошлый приезд в Калининград. Это прекрасный музей, в котором очень рекомендую вам побывать. Но буквально этим летом, как музейный объект, заработал форт номер один – Штайн. И мы этим не можем не воспользоваться. Форт номер один – Штайн прячется от посторонних глаз в густой зелени. Но по навигатору вы найдете его абсолютно без проблем. Защитное кольцо фортов, куда он входит, называлось ночной периной Кёнигсберга. Видимо, подразумевая, что под их защитой горожане могут спать спокойно. Форт Штайн назван в честь барона Штайна, видного политического деятеля Восточной Пруссии. Укрепление мало, пострадало во время войн. Но следы от пуль на воротах все равно сразу с порога напоминают нам о его славной истории. Но сейчас здание перешло под крыло инвестора, того самого, который обустроил форт Денхофф. Восстановительные работы ведутся. И в будущем здание, как уверяют новые арендаторы, предстанет нам в весьма облагороженном виде. Сейчас прогуляться по нему можно только в составе экскурсионной группы. Экскурсии проводятся примерно каждый час. Ознакомьтесь с расписанием на сайте. Внутри темно, поэтому перед прогулкой вам дают фонарики. И в их свете можно разглядеть старые стены помещения. Это очень атмосферно. Романтику этого места не смогли испортить даже советские власти, которые долгое время использовали форт как овощехранилище. А на крыше форта какая-то сказочная атмосфера. Это место как будто создано для съемок фильмов. Заключение? Форт просто изумительный. И на наш взгляд, побывать здесь обязательно стоит. Но нам снова пора в дорогу. Нас ждет вторая точка маршрута. Но на самом деле в Калининградской области есть и более древние достопримечательности. Отдельного внимания заслуживает тема рыцарских замков, которые достались нам со времен тех самых рыцарей Тевтонского ордена, которые в XIII веке и основали крепость Кёнигсберг. Замков в Калининградской области полно. Есть практически полностью разрушенные, а есть частично восстановленные, действующие как музеи. Например, два года назад мы впечатлились замком Вальдау. Точнее, музеем Вальдавский замок. Очень атмосферное место. Еще понравились замки Инстербрук и Кеоргенбург, которые находятся в довольно разрушенном состоянии. Но сегодня мы с вами посетим замок Шаакин XIII века. Говорят, что в Шаакине неоднократно останавливался сам Петр I. Сегодня это довольно посещаемое туристами место. Спасибо частным арендаторам, которые облагородили пространство. Здесь проводятся экскурсии и случаются развлекательные события. Например, рыцарские турниры. Есть зрительный зал под открытым небом. И весьма неплохая таверна. Само собой не обошлось без сувенирных лавок. И стрельбы из лука. Но главный элемент общей картины... Нет, не железные тапочки, а музей в самом заломке. Есть еще музей инквизиции в подземелье. Но мы не стали его снимать из этических соображений. С гораздо большим удовольствием покажем вам руины замка. Одновременно и привлекательные, и грустные. Ну и третья локация на сегодня – Зеленоградск. Уютный город-курорт, который принимал отдыхающих еще во времена Восточной Пруссии. Когда гуляешь по его пешеходному курортному проспекту, то как будто оказываешься на старой немецкой улочке. Так здесь все мило с архитектурной точки зрения. Кафешки как будто соревнуются за лучшие украшательства. Не отстают от них и другие здания. А еще вы, наверное, слышали, что Зеленоградск – город котиков. Настоящий кошачий рай. Пушистиков здесь уважают, подкармливают, как священных животных. А их изображения абсолютно везде. Кота-кафешки, кота-скамейки, кота-граффити. Есть даже кота-музей и кота-светофор. Но кроме курортного проспекта, в Зеленоградске стоит пройтись по променаду у моря. Тоже интересная прогулочная зона с кучей аттракционов. Но самый впечатляющий аттракцион – это вид на само Балтийское море. Бескрайние, бушующие. Все стремятся увидеть теплые южные моря. Но красота и мощь холодной Балтики – это зрелище, которое и сравнится ни с чем. Кстати, рядом с Зеленоградской начинается заповедник Куршская коса. Мы были там два года назад. Очень интересное место с красивым побережьем, бескрайними песчаными дюнами и загадочным танцующим лесом. Друзья, сегодня последний день наших путешествий по Калининградской области. И мы проведем его на Балтийском море. И я уже предвкушаю, как это будет здорово. Отдельная тема – погода в Калининградской области. Светит солнце, а через пять минут вдруг пошел дождь. Будьте готовы ко всему. Так мы прибыли в Балтийск, самый западный город России. Здесь расположена военная морская база Балтийского флота, морской порт и логично, что много кораблей. И почему-то еще лебедей. А еще есть крепость Пилаю, где Санкт-Петер I бывал во время Великого посольства. Попасть внутрь можно только в составе экскурсии от музея Балтийского флота. Но у нас другие планы. Мы садимся на катер и мчимся в сторону Балтийской косы, которая отделена от Балтийска узким проливом. Сегодня на российской косе всего-то пара маленьких деревенник и жилых домов раз-два и обчелся. Но не дома нам интересны. Мы в припрыжку бежим, чтобы любоваться шеломительными видами на море и песчаной дюны, которые по красоте, наверное, не уступают тем, что находятся на Курской косе. Одна из достопримечательностей косы – форт западный XIX века. Точнее, его руины. Спешите его увидеть, ведь скоро форт окончательно разрушится. Местные сказали нам, что точка невозврата для этого строения была еще около пяти лет назад. Так что любуемся бесследно уходящей красотой. От форта легко дойти до других руин – немецкого аэродрома Нойтих. Здесь сохранились некоторые постройки, включая ангары для самолетов. А еще и взлетная полоса, откуда когда-то самолеты взмывали ввысь. И, кстати, на Балтийской косе имеется пара музеев. Мы заглянули в старый люнет. Это небольшое пространство, где можно увидеть экспонаты, бережно собранные местными энтузиастами, хранителями истории косы. Самые интересные находятся внутри. Здесь же кафешка, где можно отдохнуть после интересной прогулки. На этой ноте мы возвращаемся на материк. У нас еще есть планы на сегодня. Мы приехали в поселок Янтарный. А вы в курсе, что более 90% мировых запасов янтаря дает именно Калининградская область? Так вот, добывают его преимущественно здесь, у Янтарного. А еще в поселке невероятно огромный песчаный пляж. Идеальное место для прогулок и отдыха. Этот пляж год за годом становится обладателем голубого флага. Но на побережье Балтики есть и другие красивые и более дикие места. В прошлую поездку мы, например, вдохновлялись пляжем от поселка Донское. Удивительное место. Но в этот раз отправились на смотровую площадку Клининской вовки, где открываются не менее потрясающие виды. По-моему, это идеальное место, чтобы завершить свое путешествие по Калининграду. Наше маленькое приключение закончилось. Кажется, что Калининград – это город с двойным дном. С одной стороны, восстановлен по-советски неброско. Но если приглядеться, то и дело среди серых застройок вглядывает нечто удивительное, напоминающее об особенной истории региона. С одной стороны, холодное Балтийское море. Не лучший вариант для купания. Но если приглядеться, какое же оно красивое! Только ради этого вида стоит сюда приехать. И так во все. Этот город нужно увидеть, разглядеть, понять. И тогда вы влюбитесь в него. До скорых встреч, друзья! Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Этот канал еще порадует вас интересными фильмами. Субтитры создавал DimaTorzok